В этом году исполнялось 10 лет, как умерла его мама, и ровно 10 лет, как он не был в своей родной деревне. Проклятая жизнь с ее бешеным ритмом и постоянной нехваткой денег не давала Назару никакой передышки. Всю жизнь он проработал на крайнем севере, на Буровой, потому что хоть там еще как-то можно было заработать приличные деньги и послать их семье, которую он видел раз в 3-5 месяцев. Без него пошли в школу дети, потом выросли, получили образование и даже обзавелись семьями. Получалось, что Назар даже не участвовал в их воспитании. Да, он, конечно же, приезжал к обоим на свадьбу и на похоронах матери тоже был 10 лет назад. В этом году Назар ушел на пенсию и дал себе честное слово, что обязательно поедет на малую родину, на могилку матушки. А будущего внука, который скоро родится, будет растить сам. Назар Григорьевич неторопливо усталой походкой поднимался на холм по измочалиному колесам и тракту. Прямо с поезда, не заходя в деревню с небольшим саквояжем, он выполнял данное о себе слово, шел навстречу с мамой. Кладбище находилось на берегу небольшой речушки, прямо на холме. Туда, на самый верх, где упокоились его родители, бабушки-дедушки, дядька с тетками. Там же лежали даже братья и племянники. Кого там только не было. Эх, все бы отдал, чтобы с кем-то из них поговорить, а перед кем-то извиниться. С нарастающей тоской говорил сам себе пожилой мужчина. Родительский дом продали в скорости после того, как мама не стала. Но он знал, что любой из его односельчан не откажет ему в ночлеге. Да вон хоть бы дружок детства Максим, с ним тоже они не виделись 10 лет. Ну ничего, за рюмкой беленькой расскажут вечером друг другу все, что накопилось за эти годы. Назар уже предвкушал их встречу, дружеские объятия, горячие споры и задушевные беседы. С реки то и дело налетал легкий ветерок, но жара все равно была ощутима. Назар присел на скамеечку у небольшого холмика с крестом. Ну здравствуй, мама, вот и я, так долго к тебе шел, ты уж прости. Могилку надо поправить, оградку покрасить, дел на несколько дней хватит, а потом в обратную дорогу. У дочки скоро первенец родится, мой внук. Назару очень не хотелось пропустить это радостное событие. Немолодой мужчина уже задумался, заглядевшись на речку и на другой берег. Но что-то развернуло его. Он оглянулся, но никого не увидел, только разбитые глинистые сошметками колеи старой дороги причудливо извивались и терялись где-то вверху, на самой вершине холма. Дорога-то как была, так и осталась, а сколько лет-то прошло, подумал Назар, все поменялось, жизнь поменялась, только вот она родимая все такая же. Погост этот был очень большим, на нем из пяти окрестных деревень людей хоронили. Правда, сейчас уже редко, народу в селах мало осталось. Ты чего, Назар, никак к матери приехал, услышал он вдруг до боли знакомые невозможные сейчас голос. Он обернулся. Дед Прохор, извечный их сосед, стоял за спиной. Да, дядя Проша, приехал, вот здравствуй, и Назар подал сухую ладошку. Ну и хорошо, ну и правильно, молодец, могилки забывать нельзя, дед достал сигарету и закурил. Да вот на пенсию вышел и сразу первым делом сюда, а то жизнь эта растреклятая никак не отпускала к родным и любимым, стал оправдываться Назар. Ну да, ну да, закашлял дед, все вы несетесь куда-то, суета-сует. Я вот тоже к бабке своей приходил сегодня, взгрустнулась как-то, а тут как раз и тебя встретил, рад-рад. Значит, тетя Клава тоже померла? Да уж, годков пять как. Ну а ты что, у кого остановиться решил? А то пошли ко мне, помянем заодно всех усопших, предложил дед. Спасибо за приглашение, но я, наверное, к Максиму пойду, и Назар засобирался. А, к Максиму, дед засеменил следом. Так это я провожу, только не в ту сторону ты пошел, он вон там на западной стороне кладбища теперь живет, пошли покажу. У Назара в глазах потемнело, сердце застучало, налбужилка предательски запульсировала. Он схватился за сердце, потом достал из кармана валидол, сунул под язык. А ты не знал? Да, два года уже, как дружка твоего закадычного схоронили. Ты иди, иди за мной. Ага, вот тут по тропинке, смотри осторожно. Сердце-то как? Отпустило. Ну вон его могилка виднеется. Видишь крест такой большой, красивый, самый высокий. Ага, ну вот идем на этот ориентир. Подходя ближе к могиле, Назар увидел прямо за оградкой большую собаку. Она сидела неподвижно и слегка раскачивалась. Ветер трепал ее мохнатую шерсть. Услышав шаги, собака вскочила, приняла угрожающую стойку и злобно зарычала, обнажая большие клыки. Ну что ты, Майка, все Максима охраняешь. Успокойся, мы тоже к твоему хозяину пришли повидаться. Собака услышала знакомый голос деда и успокоилась, хвостом завиляла. Вот познакомься, Майка, это его друг, значит и твой тоже. Дед Проша взял Назара за руку и жестом показал, чтобы тот погладил собаку. Ну вот, теперь вы знакомы. Пошли, Майка, домой. Вон уже пузо у тебя по земле волочится, а ты все на кладбище таскаешься. Представь, Назар, какое преданное существо. Два года каждый день в любую погоду ходит к Максиму на могилку. Во как тоскует, ни одна баба на такое не способна, как эта псина беспородная. Пошли, Майка, пошли. И собака медленно поплелась следом за мужчинами, неся свой огромный живот. Щенки, видать, на днях уже должны были родиться. Ну что, пошли самогоночки выпьем за встречу, да запомин души усопших рабов божьих. Дед открыл дверь в хату и пригласил Назара внутрь. Они сидели уже полчаса, у деда стал заплетаться язык, а Назар еще так до сих пор и не узнал, что случилось с его другом. Почему он умер? Да не умер он, заплетающимся языком сказал дед, а геройский погиб, спасая ту самую Майку. Она у них уже три года жила. Максим ее внуку на день рождения подарил. Майка с мальчишкой были неразлучны везде вместе. Я не знаю, как так получилось, но в тот день они оказались на речке вместе с собакой. В общем, Майка провалилась под лед. Николка в истерике прибежал домой, кричит, плачет. Папа, папа, спаси Майку, я не хочу, чтобы она умирала. Бросился Максим на реку, а собака еще в полыне из последних сил барахтается. Спас он ее, вытащил, а сам утонул. Мы его всем селом хоронили, самые большие почести воздали человеку, который жизни не пожалел, спасая другую жизнь. Назар сидел, схватившись за голову и плакал, как мальчишка. На следующий день он пошел ко вдове друга и попросил ее оставить ему самого красивого и крепкого Майкиного щенка. Через три месяца вернусь за ним, сказал он. Подарю его будущему внуку, надо, чтобы дети обязательно с животными росли, но и память о друге сохраню. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!